Девушки отдыхают Девушки отдыхают Вскоре появились доказательства истинного чуда А, истинности чуда В турецком войске начались волнения, затем переросшие в междоусобную битву Увидев это, несколько отважных рыцарь решили напасть на лагерь сарацин под покромом утреннего тумана Хм, уж не связано ли вот это их волнение с тем, что мы помогли найти посла? Любопытно Но так или иначе Нам надо защитить Раймунда из Ожье Это видимо тот самый А, ну да Отважный рыцарь, у которого святое копье Он возглавляет нападение на турецкий лагерь Враги будут постоянно атаковать его Блин, это облом Ладно, побейте к Гербогу Захватите знамя, удерживаемое сейджуками Тогда кальция окружения вокруг Антиохи будет разорвана Ну это-то ладно Просто нам еще надо было захватить некого Масуда Который важный человек при дворе сейджуков Я планировал туда отправить как раз таки героя Но если атаковать будут вот этого типуса Героя надо будет отправить с ним А, ну и да, у нас эти крендели остались Просто я посмотрел, а заменить-то их некем Вот и будут на подхвате Возможно как раз таки сейчас и пригодятся Хотя, надо будет посмотреть Если герой успеет быстро добежать до Масуда Разделаться со всеми И вернуться к Раймунду В принципе эти будут просто в запасе Если же нет, возможно либо этих отправим на Масуда Либо этих отправим в сопровождение Чтобы они прикрывали хотя бы Ну а так, тут какие-то сейджуки еще восстали Целый отряд сейджуковских наемников Отказывается рисковать жизнью в этой безумной затее Перебить их будет нетрудно Но сложность тем не менее высокая Ну это по остаточному принципу посмотрим Может получится, может нет Ну правда тут нельзя говорить об остаточном принципе Потому что если мы не выполним Нормандцы обидятся Впрочем, нам не впервой Рейнхард Ага, то есть у нас есть Раймунд и Рейнхард Это не тот Крендель, который уже вмешивался на нашей стороне Ну тут написано, что рыцарям управлять нельзя Возможно нет Рейнхард собирается уничтожить остальные орудия сейджуков Позаботиться о том, чтобы он добрался до них живыми Блин, то есть у нас есть буквально Три точки интереса, где надо достаточно шустро оказаться Любопытно Ладно, попробуем по ситуации сориентироваться Ммм Какая картинка Святой копьё у Раймунда из Ожье Он придёт войско в бой с турками Защитите его Кирбога без сомнения удивлён этим дерзким планом Его войско царит беспорядок Заходите в лак Кирбоги Мм, да Ну что ж, три подставы Ну, туман он и так виден Вторая река пересохла Через неё можно пройти в любом месте Нас об этом почему-то забывают предупредить Ну и третья Вот здесь Есть враги Вот только нас опять забывают предупредить Это не передовые отряды С которыми надо сражаться Это часовые Которым нельзя позволить отступить к противнику Ну, в основном, в принципе Особой разницы нет Потому что вот этот вот туман настолько густобелен Что неудобно просто сверху отдавать приказ То есть здесь и так хрен высоко поднимешь камеру Так ещё из-за тумана Ни хрена не видно Чтобы эти приказы отдавать сейчас Сейчас защитная кавалерия Их раньше времени спугнёт А, ну да Они уже испугнули, блин Вот тут тоже вот раздражает Надо их вот прям вот за ручку По струночке вести Иди, блин, чтобы такой херни не происходило Ну, давай ты теперь вперёд КОНЕЦ Да мне надо чихать, что у вас там скоро станет ясно Они всё ещё не дошли, что ли? Ну да Эти, как раз таки, ещё не дошли Короче, они не успевают Да блин Ну не могу переволосовать стремление Повысить камеру Выше её поставить Чтобы было нормально Видно, что за херня Где происходит А товарищ мудозвон собирается что-то делать Или он выйдет только когда уже артиллерия по нам будет работать Ну ладно, сами разберёмся Заметили, блин Мда Г Геймдизайн Да как меня задолбали их пехотинцы, бегающие со скоростью кавалерии Геймдизайн А, ну да, конечно Когда мы всё сделали, он выдвинулся А чё бы и нет Если хорош новость То, что Парень себя Артиллерию отвёл И войска вроде бы не пострадали Тем не менее Субтитры сделал DimaTorzok А, да, полководец А, да, полководец Я про него забыл уже Опаньки Войны нарисовались Любопытно Так, вы двое Давайте сюда Этому Ленхарду надо дать титул бесполезный Лучники такие Хорошо Да, вообще без проблем Если он только лучник выдвигает Как раз есть чем заняться Раймунду Из оливье Так, я не понял Они что, идут Типа на сближение Давайте их расстреляем Что-то они себя Вообще неадекватно Как-то А, не, передумали уже Или перегубки рвались просто Ну, без разницы Вперед Ты сюда Ты сюда Так, лучники дальше Ну, пехоту уже обстреливают Она пошла Назад Отменить агрессию Воины Мечники Давай сюда Они что-то Очень хреново Одни от других Встречаются Давай сюда Займись этими Ну, что-то могу сказать Тут Сцепились Хорошо Авось даже не помрут Мечников Мечников Подрастрел Этих ребят Собрать Блин Неудачно Блин, неудачно Их собрал Главное Не проморгать Момент Когда Враг Подарился Слишком близко Эмм Я опять Павалерию Упустил Ну, ёпперс Это как Меня это Бесит Опять Тупое Примагничивание Ну, ладно Хрен с ними Так Вукопашную Вукопашную Эм Так Стоп Раз Враг Два Враг Три Враг А лучники Там Чем-нибудь Займутся Позже Ну, я пусть По этому Постреляю Пока что А вот Хрен там Плавал, да? Ладно Разряженный Строит Убежали сюда Хотя нет Давай сюда Но Мой Е-мое Забываю А этим Пусть Тогда Улучшники Занимаются Все равно Врагов Скорее всего Именно На них Тянет Не знаю Правда На каких Да-да Правильно А нет Стоп Это стена Щитов Да Как бы сказать Типа Улучшенная Защита Так Рассредоточились Дабы Эффективнее Сражаться Хотя Нет Видимо Не стена Что-то Очень легко Они посыпались С другой С другой стороны Они уже давно Под обстрелом Так Запретить Притормозить А то мало ли кого Еще обстреляют Что у нас здесь Лучники Лучники Ой блин Я забыл У нас же здесь Еще Наемники Лучники Займитесь Все Дорубились Дорубились Здесь Забыл Назначить Свободные действия Ну Не знаю Будем считать Что это моральная поддержка Я про них Постоянно забываю А когда пытаюсь С пользоваться Получается Как-то Криво Да-да Наемники Близко Не знаю Сколько Эффективно Лучники Будут спасаться Там Где им надо Так Эти весьма Удачно Отошли Потому что Нам нельзя Захватывать Лаг Пока мы Не расстреляем Наемников Ну Или Не подеремся С ними А Стоп Они же Все равно Не должны Идти В рукопаш Но Они Стрелки Угу Сблизист Разрывают Дистанцию Просто У них Радиус Атаки Ниже Чем У наших Лучников Поэтому У них Ломается Секрет Поведение То есть Они должны Вроде Как Подойти Чтоб Выстрелить Но При этом Держать Дистанцию Чтобы Не вступить В ближний Бой Поэтому Говорим Чем Это Оборачивается Не ушли Ладно Забираем Флаг И уходим С победой Какая-то Свалка Получилась По итогу Хм Любопытно Вот Эта Тень Это Из-за Того Что Мы Несколько Спортили Отношения С 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 Что Ну Ладно В любом случае У нас тут Пир У герцога Внезапный Боэмунд Таренский Всегда Рад Рыцарям Доказавшим Свою доблесть И отвагу Тем более Это верно Теперь Когда после Неских месяцев Пребывания В Константинополе этот нормандский лорд ищет новых союзников. Он считает, что разбил свой лагерь недостаточно далеко от своих заклятых врагов Раймунда Тулузского и императора Византии Алексея, предки которого воевали с отцом и дедом Боэмунда и пролили немало нормандской крови. Так что теперь этот прославленный вождь старается собрать под свои знамена как можно больше зарекомендовавшихся рыцарей. Для этого он устраивает торжественные пиры и предлагает свое покровительство. Он услышал о ваших подвигах и пригласил к себе. На пиру вы чувствовали себя рыцарем из песни Трубатура, попавшим в волшебную страну, и в завершении этих чудес сам Боэмунд отозвал вас в сторону, чтобы поговорить о ходе кампании. Беседа понравилась вам обоим. На следующий день Боэмунд прислал одного из своих ломбарских командиров, ветерана бесконечных войн между Венецией и Генуей, прекрасно подходящего для подготовки ваших личных телохранителей. Тогда, по словам Боэмунда, вашему блестящему будущему Святой Земле ничто не будет угрожать. Ну и за миссию мы, кстати, еще получили череп Святого Хуберта. Мощи Святого Покровителя Охотников помогут лучнику попасть в цель, если его вера крепка. У меня есть один маленький вопрос. Как это должно работать? Потому что у нас бойцы не стрелки, а не рукопашники. Нет, возможно, герои, которых мы можем встретить по пути, ну, точнее, получить за высокую репутацию, стрелковые тоже есть, но... это ж надо пальцем в небо угадать. Ну, с другой стороны, как не крутись о признании? Так что на этом пока что все.